Парикмахер ТВ Нежелание большого количества парикмахеров разговаривать с видеокамерой делает мастер-классы с голосовым сопровождением редким продуктом на проекте Парикмахер ТВ. Антон Кочетков является исключением из правил и сегодня вашему вниманию. На проекте Парикмахер ТВ ведущий мастер сети салонов красоты Владимир Тарасюк представляет свой мастер-класс с голосовым сопровождением. Давайте посмотрим. Меня зовут Кочетков Антон. Сегодня представляю вам свою стрижку. Это будут мягкие линии, это не будет каких-то жестких линий. Это будет салонная стрижка, которая будет состоять из квадратной формы. Будет создаваться квадрат на затылке. Будут плоские виски, будет челка. Вы видите разделение. Я разделил себе челку. Это у меня фронтальная зона. Фронтальная зона будет задавать мне направление челки. Также я создал треугольник. Он у меня немножко смещён. И V-образное разделение. Делаем вертикальное разделение на затылке по центру. Будем стричь с внешней стороны ладони. Так мы максимально создадим плоский затылок. Итак, у нас уже есть контрольная. И каждую последующую прядь я подтягиваю к предыдущим. Таким образом я простригу всю затылочную зону. Но зону за ухом я немножко подтяну назад, чтобы создать квадратную форму. Тем самым я создаю немножко удлинение за ухом. Мы уже подходим к зоне за ухом. Это будет последняя наша прядь, которую мы подстрижем за ухом. Мы закончили стричь левую сторону на затылке. Сейчас мы переходим к зоне виска. Беру первую свою прядь. Я делаю свою первую контрольную линию. Не пытаемся состричь сразу же все в один срез. Пытаемся создать максимально ровную линию. Тем самым я перебираю руки, чтобы она у меня не закруглялась. Я дошел до зоны над ухом. Теперь соединяю свою зону затылка с виском. Вы видите, я убираю вот этот угол. Я получил удлинение, получил плоский висок, достаточно высокий объем, что создает мне плоскость. Мы простригли эту сторону. Мы создали квадратные слои. Мы стригли вертикальными разделениями. Каждую прядь мы подтягивали к предыдущей. Затем мы перешли на висок. Сделали вертикальное разделение. Создали плоский силуэт. Удлинение у лица. Вы видите, как оно очень-очень мягко ложится. И подчеркивает линию подбородка. Следующий этап нашей стрижки. Мы работаем с правой стороной затылка. Мы стрижем также по контрольной своей линии. Подтягиваем каждую прядь к предыдущей пряде. Создавая квадратную форму. Создавая плоский силуэт на затылке. Я продолжаю работать с вертикальными разделениями. Разделяю небольшие пряди для того, чтобы контролировать всегда свою контрольную линию. Переходим к зоне над ухом. Я использую также вертикальное разделение. Создаю максимально плоский силуэт. Контролируйте, чтобы прядь ваша не закруглялась, не удлинялась. Контролируйте разделения, чтобы они были чистыми, ровными. Увлажняйте волос постоянно. Обратите внимание, я достриг свою последнюю прядь. Я ее подтянул назад. Тем самым перенаправил немножко к лицу. И сейчас я буду работать с зоной челки. Идея такая, что челка будет перенаправляться в правую сторону и создавать асимметричный эффект. Я буду выделять вертикальное разделение. Дойду до середины брови, а затем все волосы височной зоны я подтяну к одной точке. Тем самым я создам перенаправление волос в правую сторону. Выделяем вертикальную секцию. Стрижем параллельно голове. Каждую последующую прядь я стригу относительно своей предыдущей. Я не подтягиваю пряди. Я стригу прядь в прядь. Вертикальными разделениями. И вы видите, как она мягко падает на лицо. Это будет моя последняя точка, в которой я работаю. Теперь я начну все волосы подтягивать к этой точке. Тем самым я получу перенаправление немножко от лица. И асимметричная челка мне подчеркнет это перенаправление. Все, мы подтянули последнюю зону. Вы видите, как она мягко упала. Создала мне перенаправление волос. Прежде чем приступить к сушке волос, я хочу проверить затылочную зону. Я ее буду проверять горизонтальными проборами, также под углом 90 градусов. Я делаю разделение по центру, вычесываю в разные стороны волосы и буду проверять горизонтальными проборами с нижней затылочной зоной. Во время проверки я использую горизонтальные проборы. Я использую также угол 90 градусов и просто подчищаю. После того, как я проверил затылочную зону горизонтальными разделениями под углом 90 градусов, я приступаю к сушке волос. При сушке я использую расческу и использую фен без сопла. После того, как я высушил волосы, подтянул немножко утюгом, сейчас я приступаю к проработке волос. Я буду аккуратно врезаться в пряди техникой PointCut и создавать текстуру на затылке. Мы это делаем аккуратно, чтобы линия наша оставалась, создавалась только мягкость в срезе. Тем самым мы не потеряем форму, которую мы уже создали, а сделаем ее немножко мягче. И плавно переходим на висок. На виске я также буду брать горизонтальное разделение и аккуратненько разбивать волосы на виске. Сейчас мы переходим на правый висок. Прорабатываем таким же методом, техникой PointCut. Аккуратно врезаемся в пряди. Стараемся не разбить наш срез, чтобы он оставался в такой же линии. Я могу немножко приподнимать прядь в обработке, для того, чтобы получить маленькую градацию в своей проработке. Сейчас я перехожу к контуру нашей стрижки. Я его буду делать по естественному росту волос, также создавать мягкую линию. Я это буду делать тоже врезанием. Создаю вогнутую линию. Она, на мой взгляд, очень женственная. Никаких ровных линий. Также я могу проработать немножко слайсингом. Делаем это тоже очень аккуратно. Как бы немножко направляя волосы к лицу. Перехожу на висок. Работаю только с поврежденными волосами. С самыми-самыми кончиками. Оставляю также удлинение. Вы можете работать на пальцах. Также техникой врезания. И плавно перехожу в зону чалки. Я буду создавать немножко асимметрию в чалке. Прочесываю по естественному росту. И врезанием я ее немножко разбиваю. После того, как мы простригли затылок, височные зоны, челку, оформили контур, все обработали, мы уже построили полностью весь фундамент нашей стрижки, которая будет держать нам основную форму. После этого я перехожу в треугольную секцию на макушке, которая мне будет разбавлять всю стрижку, придавать объем, мягкость и текстуру. Моя задача будет состоять в том, чтобы соединить вот эту зону с зоной начелки. Я выделяю вертикальную линию. Параллельно голове мы соединяем эти две точки. Я себе намечаю и теперь работаю с этой зоной. Работаем очень аккуратно, не спешим. Выделяем себе небольшие секции. Следите за тем, чтобы голова модели была в естественном положении. Это очень-очень важно. И последняя моя прядь, я ее подтягиваю к центру. Мы простригли свою треугольную секцию. Мы создали также форму квадрата. И теперь переходим к своей V-образной секции. Она у нас будет самая длинная, будет дополнять и направлять всю стрижку в сторону. Создавать асимметрию визуально. Эта зона у нас будет самая длинная. Эта зона находится вон. Берем нашу секцию. Оттягиваем под углом 90 градусов. Визуально смотрим, куда она у нас упадет. У меня это будет чуть-чуть ниже глаза. И под углом 90 градусов мы также в форме квадрата ее состригаем. Мы простригли первую свою секцию, которая будет нам задавать направление в челке. И асимметрию будет подчеркивать. Затем мы переходим ко второй своей зоне. Мы ее будем соединять с первой нашей зоной, которая будет создавать направление. А эта зона нам будет формировать также направление и выделять нам пробор, который будет находиться в соединительной зоне. Эти все пряди будут вычесаны вперед, на лицо. Я еще раз проговорю. те моменты, которые мы использовали в нашей стрижке. Первое, что мы сделали, мы сделали треугольную секцию, которая немножко была смещена асимметрично, немножко в левую сторону. Внутри нее мы создали V-образную секцию, которая у нас осталась самая-самая длинная. На затылке мы создавали квадрат. Я каждую свою прядь подтягивал к предыдущей. Затем мы перешли на висок и создали также максимально вытянутый плоский висок. Затем мы это все высушили, проработали, доработали детали, сделали окантовочную линию и приступили работать со своей треугольной секцией. Треугольную секцию я простригал, отталкиваясь от челки. Я создавал также прямую линию. Она у меня была также квадратной. Я подтягивал все к центру. Затем я работал со своей V-образной секцией. Она у меня, как вы видите, осталась в несоединенном соединении. Она мне придает динамику и дает мне направление волос. Эта стрижка уникальна тем, что как бы она ни легла, она всегда будет выглядеть идеально. Результатом я доволен. Шварцкопф Профессионал. Together, a passion for hair. Айкмахер ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова